Всем привет! Вы на канале ВотГСН и, как обычно, в начале нашего видео хочу попросить каждого из вас подписаться на канал, поставить палец вверх этому видео заблаговременно. Вы всегда сможете его отменить, если видео вам не понравится или будет вам не полезным. Ну а мне будет приятно и заранее спасибо вам большое за поддержку моего канала. Итак, ребят, сегодня мы выкатим в бой великолепную СТ-шку 10 уровня. Это про джета 65 и я считаю, что это одна из тех СТ-шек, которым необходимо качаться в реалиях сегодняшнего рандома. Это та СТ-шка, которая будет доставлять вам удовольствие. Это то, ради чего вы заходите в танки. Поэтому присмотритесь к ней получше. Возможно, она станет интересной. Чем она интересна в целом? Она интересна плюс-минус своей подвижностью. Она интересна тем, что у нее есть цикличная пушка, а не обычная. Цикличная пушка дозаряжается. Между каждыми снарядами перезарядка всего в 3 секунды. Средний наносимый урон в течение минуты, это, ну не средний, извините, максимальный урон, который носит в течение минуты, это 2494 единицы. Ну, считаем, 2500 урона. Это очень неплохо, как для СТ 10 уровня. У нее довольно неплохое пробитие. Не, конечно, фонтан, но плюс-минус достаточный. И у нее есть довольно неплохой показатель. Единоразовые альфы, за которые заносятся за выстрел, это 350 единиц средних. Есть еще осколочно-фугасные, которые с таким калибром, ну, не сильно много-то и наносят, но помогают добирать врагов, если у них там осталось совсем хп. Чуток. Ну, и кумулятивная голдой 300 единиц урона при пробитии в 295. Это довольно неплохой вариант для того, чтобы пробить того, кого вы не можете пробить тогда, когда вам надо. Голда плюс-минус на этом танчике не является дорогой. 3600 за шот, ну, я думаю, что не так уж и много. В конце концов, ради хорошего фана можно выкатиться и выйти в минус, но зато получить удовольствие от боя. В данном варианте СТ-шки, что еще хорошо, у нее довольно неплохая броня, как для СТ. Не, конечно, идеал, но где-то что-то рикошетит, и это уже неплохо. Выкатимся в ангар, посмотрим, как... ой, выкатимся из ангара в бой и посмотрим, как она себя ведет в бою. Хотелось бы заранее отметить, что у меня нету 100% опыта экипажа, я не так уж часто на ней катаю, на удовольствие получаю. Поэтому, в принципе, обзор даже будет еще более честным, потому что, когда вы откроете этот танчик, если вы за голду себе не откроете опыт экипажа, вы будете плюс-минус играть так, как сейчас будет у нас в боях. Поехали. Итак, против нас есть... Против нас есть 60 ТП, который явно будет на линии тяжелых танков. Против нас есть Бабаха, которая неизвестно куда поедет. Яга, которая, скорее всего, поедет стоять где-нибудь вдалеке в кустах. Есть Проджета 65, с которой, возможно, мы связнемся. Есть Шеридан. Шеридан долгая перезарядка, но неплохой разовый урон, поэтому плюс-минус враг такой себе. Ну и ТП... Простите, ТВП. Т50-51. Мне танчик тоже очень сильно нравится, но явно не как танчик, который стоит качать первым. Немножечко нам не повезло. Первый блинкомом. Ну да не беда. Давайте попытаемся немножечко как-то объехать мимо Бабахи и всех, кого не лень. Что-то совсем горе-гореное. Что же такое происходит-то в конце концов? Бери, садись и плачь. Ну вот наш собрат Проджета 65. Как видите, зеленый, как листик на дереве. По-моему, даже зеленее зеленого. Давим. Ну давим-то мы давим. Можно каким образом давить? С учетом того, что происходит. С учетом того, что все наши союзники пасут с задних. Отстаиваются где-то вдалеке. Ну вот то, что я говорил, что абсолютно такой, знаете, случайный рикошет безусловного этого танчика бывает. Далеко не фонтан. Ну вот, пожалуйста, еще раз. Я уже из принципа его доберу. Не успел. Значит, доберу тебя. Против не хочет он. Надо же хоть кого-то добрать-то в конце концов в этом бейл. Ягов прям делает нам подарок. Ну вот, вроде бы уже неплохо получается. Сейчас попытаемся немножко дозарядиться. Накинем... Ой, прости, брат. Накинем себе немножко снарядов в магазин. Ну и погнали тогда. Ну вот, такова жизнь в родном доме. Отмечу еще раз, я не часто играю на этом танчике, но он мне очень нравится. Ну прям, вот знаете, вот прям совсем-совсем. Он чем-то напоминает про джетта 46, кремиумный, но только на своем уровне. И единственная разница в том, что про джетта 46, она все-таки быстрее и маневреннее, чем этот танчик. Значит, у вас больше шансов где-то как-то что-то зарешать. Давайте. Не попробуем. Уже забрали. Ну и вот результат боя. Смотрим. Итак, мы нанесли 2200 урона, сделали два фрага. Я не могу сказать, что эти фраги честные, мы никого с нуля не разобрали. Но мы сделали свой вклад, мы не ушли в минус. Сейчас мы находимся среднячками в своей команде, а это уже неплохо, по крайней мере, мы не внизу списка, это уже довольно неплохо. И честно говоря, ну танчик такой, знаете, вот на расслабоне. Вот просто на расслабоне. Ты не ощущаешь какого-то гнета от того, что ты там ездишь, пытаешься кого-то найти, выцелить, у тебя что-то не получается. Вот, ну, налегке как-то сыгрался бой, и я думаю, что такие же бои ждут и вас на этой машинке. Именно поэтому я и рекомендовал бы этот танчик, как один из первых СТ, которые необходимо себе выкачать. Не хочу я, честно говоря, ехать на линию ТТ, ну, прям вот от слова совсем. С другой стороны, что-то мне подсказывает, что к СТшкам сейчас на линию СТ явно подтянется либо хотя бы одна из их ПТшек, либо, возможно, даже немножко потянется сюда тяж. Ну, в тяжи я, конечно, сомневаюсь, все-таки для тяжа сюда ехать далековато под горку, а вот то, что поддержка ПТ будет, это точно, и вот она уже появилась. Возможно, их даже будет две, поэтому нам сейчас надо аккуратненько как-то вот так вот как-нибудь бы, вот как-то так, и молиться, чтобы вторая ПТ сейчас не стояла вот здесь на горке и не влила в нас ничего. Итак, одна ПТ все-таки находится неизвестно где, с засвета я сейчас не вижу еще одной ПТшки. Пулы наводочки очень хорошие, как для СТ, значит, позволяют попадать. Давайте попытаемся не дать ему уйти от нас. Побил. Очень хорошо. Помогли ребята с командой, помогли ПТшки, очень хорошо поддержали, за что им отдельное спасибо. Давайте сейчас немножко притормозим, не будем лезть на рожон. Попытаемся немножко подзарядиться снарядами, по возможности забьем себе полный магазин. Ну а самое главное, попытаемся сейчас не попасть под гриля, потому что для гриля, у которого 600 единиц урона за выстрел, мы мишень, знаете, такая очень-очень легкая. На удивление, несмотря на то, что союзники выдавили практически всех, мы начинаем побеждать уже по очкам, а не по фрагам. И не получить пробития от кранвагена, это просто на финише красота. Итак, смотрим результаты боя. Ничтожных 1100 урона, 1 фраг. Мы находимся чуть ниже средины по результативности в бою. Что-то мы все-таки сделали, минус 0 и 1 ствол, где-то что-то нанесли. И мы с вами, если я правильно понял, не ушли в минус, потому что голду мы не использовали и слиться в ангар мы не слились. Но и плюсом это тоже не назовешь. Такие бои тоже бывают, но все-таки... Плюсом про джеты является то, что вы играете с кайфом, на расслабоне и с удовольствием. Вы реально расслабляетесь, когда играете на этом танке. Вам не приходится очень сильно напрягаться. Даже если вы проиграете, даже если вы не нанесете того урона, который вы хотели бы нанести на этом танчике, вы все равно получите удовольствие от того, что вы зашли в бой, вне зависимости от того, через сколько вы вышли в ангар. Поэтому я бы вам рекомендовал присмотреться к этому танчику и, возможно, прокачать его одним из первых, если вы начинающий танкист. Ну, а у кого нет этого танчика, если это видео было для вас полезным, ну, тогда вы знаете, что качать вам в следующем. Всем всего хорошего, всех благ, спасибо большое за просмотр видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, ну и до новых встреч в боях!